Приветствую вас, Александр. Я думаю, что в первую очередь можно и нужно вести речь о том, что вы перекладываете по факту ответственность за своё мнительность и свои страхи на девушку. Вопрос, который вы поднимаете, достаточно деликатный, достаточно интимный, вот, и, естественно, болезненный, естественно, болезненный для девушки, что, в общем, нормально, и вполне вероятно, что говорить ей об этом неприятно. Я понимаю, что вам нужно себя защищать, и, в общем-то, вы правильно делаете, что себя защищаете, но вопрос, конечно, заключается только в том, как вы это делаете. Потому что, на мой взгляд, сейчас вы пытаетесь давить на девушку, хотите на неё давить, хотите, чтобы она сделала то, что вам, в общем, нужно, да? Вот, и тем самым вы рискуете её отогнуть, и тем самым вы рискуете подкрепить, именно подкрепить свою вот мнительность, как раз, которая у вас есть. Потому что вы, как раз, 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 вы, как раз в принципе. Вот. Поэтому, первое, это разобраться с тем, что вы мнительны, и разобраться с вашей тревожностью, вот, откуда она, тревожность, каковы ее, ну, каковы ее основания, да, каковы ее причины, вот, и, соответственно, разобраться с этим, вот. На мой взгляд, очень важно, чтобы вы сами отдавали себе отсчет, вот, собственно, в том, значит, почему у вас эта мнительность, а, ну, существует, вот. Это первое. Второе. А, на самом деле. По поводу того, как сказать об этом делать. Я думаю, что очень просто. Используя, правда, технику, технику, я сообщил. Чтобы вы не требовали от девушки, чтобы вы ей не приказывали, чтобы вы не давили на нее, чтобы она не чувствовала, что вы давите на нее. Но при этом, чтобы вы выразили то, что вас беспокоит. Это мне кажется и представляется наиболее здесь корректные истории, которые вы можете использовать, ну, для себя, да, вы можете использовать это для себя. Да, вы можете использовать это для данной ситуации. То есть вы выразите просто свои переживания, свое беспокойство, да, что, вот, допустим, я себя люблю, я, там, хочу быть собой, ну, или что-то в этом роде. А, вот, но, меня беспокоит свое заболевание. Меня беспокоит эта ситуация. Я переживаю за, допустим, свое здоровье, за свое здоровье и так далее. Вот. Собственно говоря, как мы будем этот вопрос, этот вопрос, к примеру, решать, да, и будем ли мы, и будем ли мы его вообще решать. Вот, я думаю, что в таком ключе вам нужно с девочкой поговорить. Но, вопрос на, вопрос, такой вот вопрос, такой вопрос, он предполагается, что вы, ну, скажем так, достаточно близкий. Вот. И вот здесь, как мне кажется, есть тема, что, на мой взгляд, вы себе не доверяете. Вы не доверяете себе, потому что у вас есть, вот это вот, такое ощущение, эм, какого-то стыда, что ли, да, ощущение, ощущение. Какой-то, какой-то вот тревожности есть, наверное, страх, эм, ну, страх перед тем, что, как девочка может воспринять, вот, то, что вы ей, эм, говорите, то, что вы ей, вот, хотите сказать и прочее. Эм, все это свидетельствует о том, что вы, вот, не совсем, да, эм, близки. То есть вы еще не находитесь, образно говоря, на, вот, вот, той стадии, когда, есть вот этот вот уровень доверия, э, настолько, уровень доверия настолько, э, чтобы не бояться такие вещи выражать. Ну, может быть, есть, конечно, и какая-то еще причина, э, другая причина, э, по которой вы не, не, ну, по которой вы не знаете, как заговорить с девочкой на эту тему. Ну, я думаю, что, э, если эти причины есть, то, это, э, то, из чего, из чего состоит, э, э, ваше взаимодействие. Это то, э, то, э, как вы, вот, э, ну, выстроили свое общение, то, как вы, как вы выстроили свое взаимодействие, это то, э, что вас, условно говоря, объединяет. Да. Вот. Поэтому необходимо, необходимо разобраться еще и с тем, э, почему, почему, э, я не могу, э, свободно, разговаривать, э, э, с партнером, э, на, э, 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 стему, которая меня обеспокоит. То есть, я либо чего-то боюсь, вот, либо я стяжусь, поймчу, э, либо для меня, для меня, допустим, э, разговор на такие темы. является ну типа табу. Вот это вот необходимо, этот момент необходимо поисследовать. Обязательно. Потому что это очень важно. Это то, что как бы напрямую влияет на ваши отношения. Вот. Сейчас. Вот. То есть вот вы говорите, что у нас вот вы мнительный человек, да, и вы там боитесь вот с девушкой поговорить. Вот. Ну очень важно понять, что именно вы боитесь. Ну очевидно, что вы как-то вот стесняетесь. Вы стесняетесь с этого. Вот. И очень важно понять, чего именно вы стесняетесь. Очень важно это понять. Для вас это очень важно. Вот. Дальше идем. Следующий момент. Практически ничего вы не пишете о том, что вас девочка объединяет. То есть просто вы говорите, я начал общаться с девочкой 29 лет. То есть ну вы понимаете, да, что если вы начали общаться с девочкой, то это еще не значит, что вы можете обсуждать с ней такие серьезные темы, такие серьезные вопросы. Вот. Примерно, что сперва необходимо выразить ей свое отношение, показать, что вы ее не заботитесь, показать, что она вам дорога, показать, что она вам ценна. Вот. И уже, собственно, после этого можно будет вести речь о том, чтобы выяснить какие-то моменты. Вот. Ну то есть, например, если у вас встает вопрос об интимной связи, да, то вы можете кратко задать этот вопрос. И, ну, поднять этот вопрос, вы можете. Я думаю, что это вполне нормально и в этом, ну, в этом абсолютно ничего такого противоестественного нет и быть не может. Это нормально, что вы беспокойтесь и принимаете. Вот. Ну еще раз. Ваша личная мнительность, она не является тем, что облегчает вашу личную мнительность. Потому что это повышенная тревожность, и вам может, в общем, не хватить тех обследований, которые пройдет девушка, а для нее эти обследования могут быть невидимыми. Вот. Поэтому тут очень важный момент. Обращаем вообще, насколько вы принимаете ее, насколько вы принимаете ее именно такой, какая она есть, и принимаете ли вы ее вообще. Вот. Это тоже очень важно. Вполне вероятно, что вы ее и не принимаете до конца. Вы хотите вот ее, как-то, ну, поменять, да, хотите, чтобы она, ну, как-то изменилась, изменилась в эту особенность. Я не думаю, я не думаю, не думаю, что это хорошая идея. И я думаю, что вот пересмотреть значимость девушки для вас является, в том числе, важным направлением исследования психотерапии. Вот. психологи не дают советов. То есть нельзя просто взять и сказать вам, как вам говорить с девочкой на тему. Ну, вот эту информацию. Да. На мой взгляд, будет лучше, если вы разберетесь в себе и сами через, опять же повторюсь, через я сообщение, выразите то, что вы чувствуете, выразите то, что вы ощущаете, что вы чувствуете. Чтобы эти чувства были вашими. Чтобы они были только вашими. И не членами. Больше. Вот. И тогда это будет действительно искренне. Тогда это будет действительно тем, что соответствует действительности. И девушка вас обязательно услышит. И услышав именно ваше переживание, она отреагирует так, как чувствует сама. Ну, вам нужно быть только готовым к тому, чтобы ее переживания, собственно, принять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.